Друзья, здравствуйте! Мы закончили вчера обустройство открытого грунта. Я даже высадила какую-то часть рассады. Сейчас информативно расскажу. Пупырка ушла у нас безотходное производство. Все, что мы сняли с боковых, накрыли грядки. Одна у меня еще не доделана, это дело следующих выходных. Смотрите, вот эти дырочки я прорезала, опять-таки, своим любимым ножом канцелярским по ведерку, в котором, майонезная ведерка, в котором живет литровая рассада. Баклажаны все присыпала, потому что как только я их высадила, через 15 минут на них уже поселенцы появились, какие-то жуки, пауки. Ну, в общем, все это я припудрила их дальше. Ой, чуть было-не было. Значит, вот так вот аккуратненько вырезайте, а чтобы не использовать сантиметровую ленту, у меня есть локоть. Вот отсюда досюда длина моего локтя. Поэтому я вот так локтем отверяю и делаю дырочки. У меня в этом году детерминатных сортов очень мало, по пальцам можно пересчитать. Значит, получилось у меня вот три сорта, четыре сорта гномов. Детерминатный сорт Яколевна. Сорта из Уфы от Любови Валентинны. Красные, желтые. Это семейные сорта. Их посадила под вавлунку для конкуренции. Потом, кто будет хуже, пусть удалятся. Так, от старожилок Бабы Вали. И вот такие маленькие вундеркинды. Прям малепусенькие они у меня еще. Вот только-только взошли. Я их высадила сюда, пусть прям сразу в открытом грунте живут. Очень хороший, интересный гибрид для открытого грунта. Маленькие такие пальчики. Очень мне нравится, знаете, во что, в томате их консервировать в собственном соку. Поэтому, в принципе, не сажала, не выбирала даже в этом году засолочные томаты. Мелкие остаются после гибридов. И вот этот решилась, решилась все-таки. Так, теперь я постараюсь, извините, тень уже на плетень. Так, так, так. Постараюсь вот с этого входа. Вон. Зайду. Прям в сам парничок. Притенялка. 25 сортов тыкв. Прям не реально насобирала 25 сортов. Японские, американские и еще какие-то тыквы. Так, три огурца посадила. Это все, что нам нужно на потребы. А три огурца, это взойдут, не взойдут. Если не взойдут, значит посажу сюда что-нибудь другое. Досаживать огурцами больше не буду. Три лунки вот рассады и три лунки с сухими семенами. Арбузная история. Не удалась. Значит, вот сюда поставила те, которые заново замочила. Потому что арбузы, которые я высаживала рассадой, они очень хорошие были. Сидели, но морозы они не пережили. Я думала, отойдут, не отойдут. Нет, не отошли. Вытащила прям корень, да, замерзший. Морозы повредили. Так, и сюда же дыни. У меня осталось место в теплице. Я думала, досадить или не досадить арбузы. В итоге поняла, что арбузы у меня такое будет в качестве баловства. Вот такой вот фон. Видите, как красиво. Можно даже сесть посидеть здесь. Такой навес, шалаш, мангал, помидор. Смеха только. А, вот еще в кадр попадет чеснок, который вырос вот как тыкнул, так и растет. Я не знаю, я ничем не подкармливаю его никогда. И чесночина вон вырастает. Будь здоров какой. Поэтому меня всегда удивляет, знаете, как там вырастить кабачок. Ну, что его растить? Кинул в землю. Вот как вырос, так и вырос. Как там чеснок возрастить? Ну, во всяком случае, меня не вызывает никаких трудностей. Тем более, там, время уделять на это. И, значит, возвращаясь к арбузам и дыням, решила, что это, конечно, баловство. Все эти арбузы и дыни. Ну, приятное баловство. Поэтому в теплице место, которое осталось, засажу томатами, поскольку год обещает быть на томат денежным. Поэтому дорого будут стоить помидоры, наверное. Чуйка у меня так срабатывает. Вот, поэтому помидоры – это и томат, и томат, и помидор-продукты. В общем, в консервах не переводится. Состоит, знаете, как из серии запас в карман не тянет. Поэтому будет, как будет. Если самое главное, чтобы было здоровье. Надо доделать еще мне вот эти вот луночки. Это уже на выходные. А сейчас мой лимит времени исчерпан. Тороплюсь на работу. Все. Спасибо всем за просмотр. Кому было полезно, интересно. Всего доброго. До свидания.